Дорогие друзья, всем привет! Были у нас пожелания что-то сделать с тыквой, потому что сезон уже начался и вся зима у нас впереди, тыква будет всю зиму, а что-то с ней надо делать. А может кто-то с дачи привез тыкву, она у него лежит без дела. Так вот, сегодня я вам расскажу, как сделать вкусный, пряный зимний суп с тыквой. На рынке я взял вот такую вот ленту свиных ребер, небольшую. Кастрюлька у меня маленькая, когда будете варить 50 литров, конечно, возьмите килограмм 20, свинин будет то, что надо. Теперь мне нужно разрезать ее вот на такие куски, ну то есть кость, немножко мяса. Теперь врубаю конфорку, слайдером увеличиваю температуру до максимума и ничего туда не наливаю. Почему? Потому что свинина у меня с жирком, и я кладу жирком вниз, кладу в неразогретый сотейник для того, чтобы жир сразу не приставал ко дну, а начал помаленьку при нагревании вытапливаться. Жир начинает вытапливаться, не забываем, что соль. На ребрышки нужно обязательно насыпать. И, конечно же, черный перец. Обжариваем ребрышки со всех сторон несколько минут до появления такой золотистой корочки. Пока ребра жарятся, подготавливаем овощи. Значит, тыкву и морковку я уже нарезал, лук тоже. Нарезаем стебель сельдерея, произвольно, как хотите. Вообще, здесь в принципе не важно. Складываем все это сюда к луку, потому что обжаривать все овощи мы будем вместе. Чили перчик в конце. Смотрите, ребрышки у нас должны быть вот такие. Как вы уже поняли, без горелки никуда. Что вертеть туда-сюда ребра, когда можно их обжарить с двух сторон, а еще с двух сторон обжечь их горелкой. Более свинина мяса жирная, быстро сразу появляется корочка такая красивая. И очень вкусно пахнет. Ну, а если у вас ее нет, надо сходить купить, потому что без нее вообще никуда. Смотрите, когда у нас ребра слегка обжарились, мы их перекладываем на тарелку. Теперь сюда, где у нас есть вкус свинины, добавляем чуть-чуть растительного масла. И отправляем туда лук с сельдереем. Следом сразу же отправляем тыкву и морковь. Овощей у нас должно быть примерно половина объема в кастрюле. Тогда суп получится густой, наваристый, вкусный. Сразу же лавровый лист сюда добавляем. Выжимаем немного лимонного сока. Слегка солим. И обжариваем овощи до полуготовности. Регулируйте температуру так, чтобы у вас ничего не подгорало, но чтобы именно жарилось, а не просто пассеровка происходила. Пока овощи жарятся, нужно нарезать имбирь. Смотрите, все зависит от того, насколько вы любите имбирь, столько вы и добавляете. Сначала вдоль, потом соломкой, потом маленьким кубиком. Заодно научитесь резать. Очень важный лайфхак. Круп нарезать может каждый. Я, например, дома стараюсь всегда резать все мелко, чтобы набивать руку. Вот когда вы научитесь рубить мелко, у вас будет получаться вот эта вот мелкая моторика. А то многие говорят, что значит мелко. Ну вот чем мельче, тем лучше. Нужно тренироваться этому. Когда овощи слегка обжарили, добавляем половину имбиря, а вторую половину добавим в конце вместе с чили перцем. Я вообще многие ингредиенты стараюсь добавлять в несколько этапов. Лавровый лист вот я добавил сейчас и в конце потом еще добавлю, чтобы освежить аромат. Чеснок. Тоже так же я кладу часть в процессе, а часть в конце приготовления. В общем, смотрите, как только мы обжарили овощи, ну там более-менее, да, отправляем сюда наши ребра. Как только ребра я добавил, сразу же добавляю треть столовой ложки сушеного имбиря. И сразу же добавляю немного шафрана. Специи можно использовать любые. Можете брать и меритинский шафран. На рынке у торговцев специями есть практически любые элементы, ингредиенты для приготовления блюд, поэтому не переживайте. Если что-то не хватает, просто замените другими специями. У меня закипает чайник. Сразу же заливаю свинину и овощи кипяченой водой. И сюда уже добавляю соль по вкусу. Снимаем пену. Закрываю крышкой. И на медленном огне оставляю минут на 30, пока у нас не разварится тыква. В процессе кипения можно открывать крышку и помешивать, как бы тем самым способствуя разрушению кусочков тыквы. Ну что ж, суп простоял у нас где-то 40 минут. Вот смотрите, что произошло. Тыква стала вот такой, прям совсем мягкой. Большинство из кусочков разварились. Суп стал насыщенный такой, крахмальный. Это то, чего мы добивались. Теперь я выключаю плиту полностью. Добавляю чуть-чуть куркумы. Прямо на кончике чайной ложки. Освежим смесь перцев. Сюда же добавляю немножко лимонного сока. И, конечно же, нарезанный имбирь и чили-перец. Уже я суп выключил, так что кипятить это не нужно. Размешиваю. Имбирь слегка обварился в горячей воде. И следом засыпаю зеленый лук. Как без зеленого лука? По желанию вы можете добавить сюда укроп, кинзу, что угодно. Как нужно наливать суп, чтобы не измазать края тарелки? Мы не подносим тарелку к кастрюле, а наоборот к кастрюлю к тарелке. Поднимаем так. Льем в центр. Аккуратно. Теперь ребра. Ну что ж, наваристый, пряный, ароматный суп из тыквы, из свиных ребер готов. Любители тыквы, это для вас. Медея, почувствуй себя дома.